А сейчас наша дегустация. Под пристальное внимание экспертов попадают маринованные огурчики. Почему именно они? Во-первых, в праздники. А это значит застолье. А застолье – это салаты. А маринованные огурцы, наряду с горошком, который мы пробовали и оценивали в предыдущей программе, это один из главных ингредиентов во многих блюдах. Да и сами по себе маринованные огурчики необыкновенно вкусны. Кстати, я напоминаю, наша дегустация не ставит перед собой целью рекламы какого-то бренда. Дегустация – это совершенно независимый проект, независимый от производителей и продавцов. Они никоим образом не могут повлиять на результаты дегустации. А вот потребители запросто могут, потому что любой из вас может стать участником нашей дегустации. И цель дегустации – сориентировать потребителей на рынке продуктов. Ведь на прилавке огромный ассортимент, в том числе и огурцов маринованных. Как не ошибиться при выборе продукта? Дегустация прошла в дегустационном зале гипермаркета «Метро» в Алматы. На суд экспертов мы представили 8 образцов продукта. Три образца из них нам любезно предоставил сам гипермаркет. Остальные были закуплены в алматинских магазинах «Интерфуд» и «Магнум». Мы выбирали те баночки, на которых было написано «огурчики маринованные». Дабы дегустация была максимально честной, образцы мы зашифровали, а дегустаторам подавали анонимные огурчики на чистых белых тарелочках. Итак, первый образец – Микадо, Германия. Огурцы были мягкие. Здесь, видите, если вот взять, они были некачественные, уже повелкевшие огурчики. Вот даже вот внешне, если взять вид, они уже были как бы подпорченные. И, видимо, вот как раз, когда они уже промариновались, вот это и сказалось как бы на вкусе. Они, видимо, пытались именно этот вкус забить уксусом. Здесь, когда начинаешь его пробовать, то чувствуется именно, что было очень много уксуса, как консервант. Много в рассоле и сахара. А избыток этих ингредиентов в рассоле не только невкусен, но ещё и неполезен. Уксуса много. Это тоже отрицательно влияет на организм человека. Она разжижает кровь. Она может вызвать у старше 50 лет поколение пожилых людей. Она может быть к худшему привести. А также вот приправы различной сахара, это тоже больным сахарным диабетом, например. Они тоже это хочется кушать такие, на столе иметь. Но они должны ограничиваться тогда. И самый главный недостаток этих консервов – огурцы не хрустят. Оценка 2,3 балла из пяти возможных. Номер 2. Огурчики из Индии. Скатерть, самобранка. Они тоже не хрустели. Хотя на банке и было написано «хрустящие». Среди них тоже попадались мятые, жёлтые и подпорченные. И ещё они имели не совсем привычный для маринованных огурцов вкус. Очень много сахара, очень много уксуса. Это, наверное, для того, чтобы они подольше постояли, не испортились. С мутноватым рассолом, конечно, такие бы не права, потому что рассол должен быть прозрачный. Красивый прозрачный рассол, красивые огурчики, специи. Вот видно, что они там, травка какая-то. Ну, насчёт мутного рассола – это, наверное, всё-таки стеклянные банки. Их нужно хранить в затемнённом, чтобы не было света ярких каких-то. В магазинах так не получится, везде прям на банке идёт свет яркий. Скорее всего, просто они стояли долго. Вот и всё. Оценка – 2,8 балла. Третий образец – «Гулпродукт» Казахстан. Целые, зелёные, хрустящие, отметили эксперты. Это наш отечественный производитель. Здесь он, значит, по вкусу он как бы неплохой, по маркировке тоже как бы всё соответствует. Если брать сами огурчики, то они подобраны по размеру. И вкус тоже как бы неплохой. Оценка – 4,6 балла. Четвёртый образец – «Узбекистан». Внешний вид этих огурцов неплохой, но аромат слабый. Много уксуса во вкусе и никакого хруста – 3,2 балла. Пятый образец – «Огурчики из Германии». Напрочь отсутствует аромат и вкус традиционных огуречных специй – укропа и жгучего перца. Зато явный перебор сахара и уксуса. И нет информации ни на государственном, ни на русском языках, как того требует закон Казахстана. Только надпись на немецком – «Гевюрце Гуркен». Потребитель, приобретая этот продукт, он даже не знает, что тут состав, какой консервант использован, какие спецы здесь использованы. Ничего нет. И, конечно, этим должны заняться государственные контролирующие органы. Почему же вот такой вот продукт, который не имеет полной достоверной информации для потребителей, имеет место быть на рынке? Но, к сожалению, видите, вот этот вот продукт, если смотреть по чеку, где, значит, приобрели, это приобрели в магазине «Интерфуд». Если он продает эту продукцию, если на него есть сертификат соответствия, то должна быть информация и на государственном языке, и на русском языке. Если этой информации нету, то вообще сертификационный орган не имеет права выдавать сертификат соответствия. Оценка экспертов – 3,3 балла. Номер 6. Ценказ. Казахстан. Внешний вид отличный. Огурцы зеленые, без повреждений. Здесь тоже, видите, вот они прямо огурчики. Один к одному. Эстетически даже, будем говорить, красиво. И вкус неплохой. Правда, уксуса явный перебор. Оценка – 3,7 балла. Седьмой образец. Лорада. Турция. Хруст есть. Это плюс. Минусы – много сахара, много уксуса, наличие подпорченных огурчиков и полное отсутствие главной огуречной специи – укропа. Оценка – троечка. И образец номер 8. Огурцы Куарада из Украины. Ровненькие, хрустящие, вкусные, ароматные. Там сахара тоже мало, уксуса по миру. И укропы нормальные. Именно приправы, которые положительные влияют на организм человека. Для чего мы это добавляем? Это повышает аппетит. У кого там после болезни или что-то там. Для повышения аппетита в основном пользуется. Прибавляется к пище, к салатам. Так сами по себе кушают. Все то, что нужно, в меру. И укропчиком там. Вкус укропа, где мы ни в одной банке не заметили. Вкус укропа. А здесь вкус укропа был. И чеснок ощущался. В общем, отличный огурцы. Оценка 4,8 балла из 5. И вот результаты дегустации. Третье место – образец номер 6. Казахстанская компания Цинказ. 3,7 балла. Второе место – Голд Продукт. Тоже казахстанский производитель. 4,6 балла. И на первом месте – украинские огурчики Карада. 4,8 балла.